Да будет свет или не будет. Жители поселка Загородный в ожидании, когда же запустят установленную после долгих стяж под станцию. Путешествие во времени. В Махачкале открылся передвижной музей с эффектом присутствия «Поезд Победы». Об этом через несколько минут. Местные инициативы в действии. В селе Первомайское Гайкинского района после реконструкции торжественно открыли детский сад. Хранители культуры и наследия. Кто сегодня оберегает наследство предков и какие тайны хранит в себе старинный национальный костюм? Смотрите сегодня в выпуске. Сочетание ударной и борцовской техники. В Каспийске прошло чемпионат Дагестана по ушу Саньда, который собрал более 150 спортсменов республики. Об этих и других событиях уходящей недели я и мои коллеги расскажем прямо сейчас в итоговом выпуске «Новости Дагестан». В студии Зухралиева. Здравствуйте. Главным событием, конечно же, стала отставка Абдулпатаха Амирханова. Он покинул пост председателя правительства Дагестана. Глава республики подписала указ об отставке. Согласно документу, чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности будет Абдулмуслим Абдулмуслимов. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы Дагестана. Абдулпатаха Амирханов возглавлял республиканское правительство с ноября 2020 года. Теперь он будет руководить управлением Федерального казначейства по республике. К другим темам. Жители поселка Загородный долгие годы обивали пороги всевозможных инстанций, добиваясь таким образом установки и трансформаторные подстанции. Спустя 20 лет дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Подстанцию установили и для этого было сделано немало. Однако подключать ее никто не торопится. Будет ли свет, узнавал Карим Даниев. Немногие жители микрорайона Загородный в поселке Шамхал-Термен застали стабильное электричество в своих домах. С 2003 года люди обращаются во всевозможные инстанции. Однако проблемы с обеспечением качественной электроэнергии не решались. Все обращения заканчивались переносом. Проблемы на следующий год. И так раз за разом. Компьютер включает, да, пропадает все перенапряжение. Замыкает. Сколько уже сгорело этих трансформаторов. Поэтому сколько жалуемся тоже туда, в город. Если честно, брат, вот сейчас утро, если даже 6 часов что-то включить, то, может, стерильная машина работает. Но нужно холодильник вытащить, там еще что-то вытащить, чтобы одна стерильная машина работала. Когда ты стерильную машину выключаешь, то холодильник включаешь. Ночью, например, где-то 7-8 часов полностью все выключаешь. Какой-то период, часа-два, нужно все выключить, чтобы хотя бы нормализовался свет. Настолько все это портится. И вот горят телевизоры, вот соседка, девушка живет, говорит, там дорогой телевизор купила, там смысла нет его включать. Просто он один раз горел, уже ремонтировал, говорит, его смысла нет включать. Но вот появилась надежда. И жители уже ждали положительных изменений. За работу взялись представители Республиканского отделения Общероссийского народного фронта. После долгих тяжб в населенный пункт провели новую линию электропередач и установили новый трансформатор. Но вот незадача. 40 дней трансформатор стоит без дела. Установить установили, а подключить не получается. Было обращение, прошло почти два года, когда получили мы обращение. Выехали, изучили, обратились к руководству республики, руководству города. Ну, есть продвижки. Город, уже Кихагорода построили сети, установили трансформаторный пункт. Установили порядка 60-70 опор. Линия электропередач порядка больше двух километров построена. Сейчас осталось, можно сказать, уже процентов 90 работы сделано, осталось 10%. Вопрос на сегодняшний день стоит, что хотим получить технические условия у Дагенерго, вот сетей Северный Кавказ, филиал Дагестана. Со слов у ЖКХ города обратились. 40 дней назад было обращение на получение технических условий, но, к сожалению, на сегодняшний день технические условия не получены. Многое уже выполнено. Остался последний рывок. Получить техусловия на эксплуатацию трансформатора. Представители Народного фронта обещают дожать данный вопрос. А людям в это время остается включать электроприборы по очереди, чтобы пробки снова не выбило. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, поселок Шамхал-Тирмен. Вот кому не придется переживать из-за выбитых пробок, это персоналу и воспитанникам детского сада в селе Первомайское Кайкенского района. Его открытие после реконструкции прошло в торжественной обстановке. Удобные для детей условия удалось создать с помощью республиканской программы местные инициативы. На открытие объекта побывали и мои коллеги. Хамзу Нурмагомедов продолжит. Так просторно и уютно и светло. В сказку мы попасть в дом, как ребятам поздно. Умница! Теперь воспитанники детского сада в селе Первомайске будут обучаться и развиваться в комфортных условиях. Здесь по программе местные инициативы провели капитальный ремонт здания. Мы решили самые острые проблемы нашего детского садика. Полностью поменяли кровлю здания. Сделали капитальный ремонт отопительной системы. Почти на 70% поменяли полы здания. Поменяли кафель в санузлах. Полностью капитальный ремонт сделали на лишничных площадках. На открытие садика после реконструкции собрались местные чиновники. Они осмотрели помещение, поговорили с детьми и их родителями. Сейчас здесь воспитывается порядка 130 малышей. Бывали проблемы с отоплением. Полы у нас полностью поменяли в нашей группе. Сейчас очень хорошие полы. И деревянные полы, они хорошие, тёплые, ноги не мёрзнут у детей. И у нас красиво разукрасили стену, красивые стены. Уголки для детей. Поменяли в спальне. Там изменения на самом деле видны. Очень красиво стало. Программа «Местные инициативы» реализуется Министерством экономического развития республики. На этот объект было выделено около 3 миллионов рублей. Среди них 600 тысяч вложений в мецената. Наше хозяйство Кубка СПИ полностью долю спонсорской помощи берёт на себя. Мне приятно осознавать, что видят, что здесь сделано. Скажу для сведения, сам объект в своё время, в 90-е годы, точно так же я, будучи директором, передавал подсадики. Тот комплекс проблем, который сегодня есть, в те объёмы, они сегодня, к сожалению, за счёт средств муниципального района, мы их просто не вытянем. Поэтому, благодаря этим программам мы решаем очень много проблем, вопросов, касаемо именно наших таких объектов. Помимо ремонта детского сада в селе Первомайское, по этой же программе завершают к сдаче строительства пожарного депо на одну машину. На её возведение по смете было выделено более 2,5 миллиона рублей. В течение трёх лет, 19 по 21 год, по республике Дагестан вложение по данной программе состоит порядка миллиарда рублей. Из них около 700 миллионов – это республиканская часть вложений. Часто по Кайканскому району в течение трёх лет реализовались 12 проектов. Только за 21 год по данной территории реализованы 8 проектов. На общую сумму 24 миллиона рублей. Из них 17 миллионов – это республиканская часть средств, 4 миллиона рублей – местный бюджет и 5 миллионов рублей – меценатские источники. Программа призвана решать социальные проблемы людей, связанных с образованием, спортом, безопасностью и так далее. За прошлый год на реализацию проектов было выделено почти 250 миллионов рублей. В этом году планируют потратить из республиканского бюджета почти в два раза больше. Хамзнур Магмедов, Магамед Магмедов, Додгасанов, телеканал ННТ, Кайкенский район. Неделя была, к сожалению, богата и криминальными событиями. В Махачкале мужчина вместе с тремя друзьями организовал похищение мужчины. Причиной послужил конфликт с супругой подозреваемого. Продумав план, похитители выследили мужчину и насильно увезли на окраину Каспийска, где в течение нескольких часов бильярдным шаром и кием наносили ему побои. В результате пострадавший был госпитализирован. Произошел конфликт бытовой, семейный, драка была. У жены на кассе получился инцидент с незнакомым человеком. И вот оттуда все пошло, поехало. И чем все закончилось? Закончилось тем, что мы по рукам дались человекам, нормально разошлись. Ну, сейчас я здесь. Вы знали, что вы находились в федеральном бузыске? Ну, я предполагал. На следующий день, опять же, в Махачкале местные жители и сотрудники полиции пресекли попытку похищения ребенка. Неподалеку от магазина на проспекте Мама Шамиля шли два мальчика 6 и 9 лет. Проходившая мимо женщина взяла младшего на руки и направилась вперед. Как выяснилось позже, женщина имеет психическое заболевание. Недавно находилась на лечении. Вероятно, по причине заболевания она решила, что это ее ребенок. На этой же неделе сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в вымогательстве денег у жителя Махачкалы. Злоумышленники получили 60 тысяч рублей у потерпевшего, угрожая распространить о нем интимную информацию. Молодые люди под вымышленным именем в соцсетях активно общались с мужчиной. В итоге встретились, когда встречу я назначил, и приехали со мной, которые трое ребят. И начали, короче, деньги у него просить. Сумму денег, чтобы меня отозрали в полицию. Какую сумму предложил? 60 тысяч. И что с деньгами вы сделали? Один. При вас пистолет был? Откуда у вас этот пистолет? Нашел. А где вы его нашли? На море. Как давно? 3 дня назад. Потерпевший несколько раз переводил злоумышленникам деньги, но поняв, что они не прекратят его шантажировать, обратился в полицию. К правоохранителям с заявлением обратились две местные жительницы, работающие в салоне по продаже мебели. По их словам, неизвестный украл их сумки стоимостью 20 тысяч рублей каждая. В одной из них находились 140 тысяч, в другой – 3 тысячи рублей. Полицейские в короткие сроки вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Махачкалы. Сейчас засовываю доставление в отдел полиции. Закрали. Чуть поподробнее расскажите, пожалуйста, что за кража. Как все происходило? Не знаю, не помню. Найдены тела пропавших в море мужчин. Тело 42-летнего мужчины обнаружили в пятницу местные жители в прибрежной акватории Каспийского моря, недалеко от села Новый Чечень. Ранее сообщалось, что двое мужчин вышли в море на резиновой лодке и пропали. На связь последний раз они выходили в первой половине дня 16 февраля. Тело первого пропавшего 24-летнего молодого человека спасатели нашли в четверг вечером. В Махачкаре состоялось открытие передвижного музея «Поезд Победы». Первой в мире инсталляции с эффектом присутствия, размещенной в движущемся поезде. Зайдя в этот музей, словно попадаешь в то далекое время, когда у всех была одна цель – разбить врага. Вагоны, предметы и даже пейзаж за окном времен войны. Подробнее расскажет Асиль Манапова. Ей слово. Сегодня мы увидим с вами мир, которого нет. И узнаем, каким он был 75 лет назад. В каждом из семи вагонов совершенно разные инсталляции. Путешествие во времени в «Поезде Победы» начинается с весны 1941 года. Полный вагон довольных и счастливых людей. Каждый едет по своим делам. В отпуск, на каникулы, в командировку, на работу. О том, что скоро будет война, никто не знает. Но скоро все изменится. Во втором вагоне уже везут людей в эвакуацию. Неизвестность. Прочь от родного дома. В вагоне уже не слышен смех. Напряженные молчания и мысли о страшном будущем. Новобранцы и народные ополченцы едут на фронт. В руках почти у всех место атрибутов мирной жизни – винтовки. А самая страшная часть выставки – это товарный поезд, который немцы загоняли военнопленных, как скот, и везли их в концлагеря. Знаем все эти события, которые сегодня здесь. Но когда все это идет из инсталляции, и по хронологии тех событий, которые проходили, это особенное впечатление. Несмотря на то, что мне в своей жизни довелось видеть и лагерь Освенцим, и лагерь Бухенваль, и видеть то радостное место, где была подписана капитуляция, таковая порция в явлении, то, что я увидел сегодня, это, конечно, представляет неизбавленные впечатления. В музее представлен и санитарный вагон. Во время войны врачи делали операции раненым солдатам прямо на ходу. Благодаря труду медиков были спасены десятки тысяч жизней. Эта часть выставки стала самой любимой у юных посетителей из Махачкалы. Больше всего мне понравился вагон, где проводили операции, потому что там санитарный вагон, где проводили операции, потому что там проводили операции очень сложные на ходу, когда подзвон колес поезда. Впечатления у меня просто глобальнейшие, потому что нам показали войну со стороны кондуктора, со стороны человека, который пережил это все и видел вот в каждом вагоне, это каждая отдельная история. Здесь есть и санитарные вагоны, и банные вагоны. Мы видим войну от начала до ее конца. И лица вот этих вот восковые лица, восковые фигуры, они каждый раз меняются, все каждый раз новое. Но когда только вошли, мы сначала испугались, потому что они ведь не человеческие, немножко по-другому выглядят. И было немножечко страшно, а потом все дальше и дальше нам все больше нравилось. Больше всего запомнился санитарный вагон, потому что там рассказ был такой интересный про человека, который потерял и ноги, и руки. Впечатление просто великолепное, все очень понравилось. В вагонах появляется эффект, которого не добиться ни в одном стационарном музее. Вместо окон тут видео, переснятое по хронике о военных лет. По всему маршруту посетителей сопровождает аудиогид. Все это помогает окунуться в ту атмосферу, и каждый может представить себя на месте этих людей. Мои впечатления заняло начало войны, когда только начались эти переживания людей, страдания. Но сейчас мы находимся в вагоне радости, где все закончено. В общем, в принципе, мне все понравилось в этом вагоне. Эти реалистичные манекены, иллюстрации. Последний вагон трофейный. Они выжили и возвращаются с победой. Но как сложится их жизнь? Что будет дальше? Смогут ли они стать счастливыми после пережитого? Об этом заставляет задуматься и пара, сидящая в обнимку, но почему-то на их лицах нет улыбок. Чтобы хотя бы от счастья объяснить причины этой грусти, достаточно рассмотреть их более внимательно. Напомним, поезд-музей пробудет в Махачкале до 16 февраля. Всего он обидит 72 города России. Во времена наших предков по национальному костюму Дагестана можно было определить возраст человека, его социальное положение и откуда он родом. Сегодня такие костюмы надевают преимущественно на национальные праздничные мероприятия и театральные представления. Однако есть те, кто сегодня оберегает наследство предков и какие тайны хранит в себе старинный национальный костюм, узнала Малика Курбанова. Давным-давно, когда горянка выходила за пределы своего аула, жители других селений без слов понимали, откуда она родом. Костюм говорила многом, но еще больше выдавал головной убор. Традиционные наряды горянок уникальны. Еще в прошлом столетии они были частью женского гардероба. Сегодня их можно увидеть в витринах Национального музея Дагестана. Здесь каждый экспонат – свидетель времени. И глядя на все это великолепие из глубины веков, понимаешь, наши предки имели отменный вкус. Вот здесь представлен костюм кумычки, стройная, красивая кумычка. Голову ее покрывает тонкий красивый платок. Распашное платье – хабалай. Она это и стала законодателем моды в Дагестане. И эти платья-рубахи сменились вот такими платьями – бузма и хабалай. Верхняя ее одежда здесь шуба, зимний вариант одежды. И говорит о том, что о красоте многослойности национального костюма – это нижняя рубаха, штанишки, верхнее платье, головной убор чухто, который был обязателен, и поверх надевался роскошный платок. Такое разнообразие не раз с удивлением отмечали писатели, ученые и путешественники. Свадебные костюмы богато обвешивались серебром. Оно считалось самым благородным металлом. Это вот вышитая руками лакской мастерицы. Головной убор чухто – работа аварской мастерицы из селения Чох, Ругуджа. Платье 19-е и начало 20-го века, золотой позумент. Это было законодателем моды, были кумыки. И вот они принесли сюда влияние северокавказского национального костюма и покупали уже богатые лачки, кумычки. И в общем-то объединился в один свадебный ансамбль. И я еще раз повторяю, что не красивее нашего дагестанского костюма. И если наша девушка юная будет выходить замуж вот в этой красоте, то есть это будет и оберег, и красота. Пояса, браслеты, серьги, кольца. Ювелирные украшения были неотъемлемой частью традиционного женского костюма, история возникновения которого также уходит в глубь веков. Многие из украшений надевались раз в жизни, только на свадьбу. Затем прятались глубоко в сундуке и передавались по наследству. Впрочем, как и некоторые наряды. Ну и вот во всей красе перед нами костюмы юждаговской группы. Это ахтынка, табасаранка и огулка. Фалды, яркие краски, сразу брызги солнца и света в этих костюмах. Какие головные уборы, эти вот накладки кукем, свисают подбородочные, налобные цепи. Головные уборы просто потрясающие. Табасаранку отличает нагрудное украшение маниста. Оно может быть нагрудным и поясным ниже. Огулочку отличает головной убор кукем и вот особо повязанный платок. А лесгиночка перед нами пристала при всей красе. Налобные звенящие монеты, семечки, подбородочная цепь. В самом крупном музее Северного Кавказа собрана уникальная коллекция культурного наследия, которая формировалась с древнейших времен. Историческое богатство республики представляют на выставках по всей стране. Я всегда призываю наших молодых студентов, учеников одеваться в национальные костюмы, беречь и сохранять традиции. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ, Махачкала. И о спорте. Более 150 ушу сандаистов республики сошлись на чемпионате Дагестана в Каспийске. Соревнования посвятили памяти командира полка, ополченцев села Губденка Рабудахкенского района Магомеда Саламова. С триумфаторами пообщались наши корреспонденты. Курбан Рагимов продолжит тему. Широкий арсенал ударной и борцовской техники. Поединки в полный контакт. Чемпион Европы Саладин Абушев принял вызов за день до чемпионата, но был готов к любому повороту событий. Победа в Каспийске стала для воспитанника Булата Гаджиева третьей на республиканских соревнованиях. Теперь спортсмен из Карабудахкента идет за третьим золотом чемпионата страны. Честно говоря, готовился к другим боям по профессионалам. Там соперник снялся. Вот и пришлось по любителям хотя бы продышаться. Вот результат упорных тренировок. Если для титулованных уши-сандаистов чемпионат Дагестана стал проверкой сил, то для многих других он служит трамплином. Это возможность пройти отбор на чемпионат страны. В острой конкуренции свои силы пробуют порядка 150 спортсменов. Лучших определяют в 11 весовых категориях. Таких турниров у нас много. Мы побольше стараемся приурочить наши чемпионаты даже к памяти людей, которые что-то сделали для республик. Оставили наследие, историю, свой вклад. Поэтому сегодня этот турнир мы видим. Пришел прекрасно. Столько участников, столько людей, любителей спорта, которые здесь находятся, кому-нибудь безразлично. Все они здесь поддерживают. Умение бить и валить, но оставаться при этом на ногах. Дагестанская школа уши-санда подарила миру немало ярких и зрелищных бойцов. Муслим Салихов свои навыки успешно применяет в ММА. В лиге UFC пятикратный чемпион мира идет на серии из пяти победы. Входит в топ-15 лучших полусредневесов. Это мой вид спорта. То, что я делаю в октагоне, это то же самое, что я делал вот здесь на помосте. Просто я все адаптировал под ММА, то, что обычно делал в этом виде спорта. Лишнее убрал, что-то добавил, что должно быть. И как бы это реально стиль уши-санда, то, что я стараюсь показывать в боях. Лучше других на этом чемпионате Дагестана выступили спортсмены из Махачкалы. На счету воспитанников столичных спортклубов четыре медали высшей пробы. На одну меньше у спортсменов из Кизляра. Турнир в Каспийске открыл новые имена, которые, несмотря на молодой возраст, вполне способны заявить о себе на всероссийском уровне. Это мое первое выступление по взрослым. В этом году перешел. Провел два упорных поединка. Было очень тяжело. Соперники были хорошие. Следующим стартом для дагестанских уши-сандаистов станет чемпионат СКФО. Соревнования пройдут в марте в Махачкале. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов и Шамиль Курбанов. Телеканал ННТ. Каспийск. Смотрите нас на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова